С нами на связи Олег Гавриш, главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя Офиса Президента Украины. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Сегодня как раз вот такой день, когда нужно вспомнить не только о победе над нацизмом, но и об ответственности тех, кто развязал войну и тех, кто исполнял преступные приказы. Так ведь? Нюрнберг стал продолжением капитуляции Германии. Возможно, Гаага станет продолжением поражения России? Да, я уверен, очень много параллелей между нюрнбергским процессом и тем, что делаем мы сейчас. Например, там 23 страны создавали трибунал, и 4 в них активно участвовали. Сейчас у нас 36 стран в Кургруппе, которые создают трибунал, которые проговаривают о том, каким образом он будет работать. Первая идея создания нюрнбергского процесса была озвучена такими странами, как Польша, Словакия, собственно говоря, в Лондоне, в правительствах, которые находились в Лондоне, в изгнании в 1942 году, то есть там понадобилось три года на то, чтобы его создать. У нас сейчас Польша, Словакия и, собственно говоря, Румыния – это одни из ключевых стран. Вместе со странами Балтии, которые принимают участие в создании нашего международного трибунала. Ну, у нас, собственно говоря, зачастую повторяется все до деталей. Например, мы там составили список и понимаем, что человек 25 должно быть суждено. И, ну, по крайней мере, из тех, кого мы точно видим, что они дойдут до суда и 100% будут рассматриваться. У нас, вы знаете, что порядка 20 людей судили на нюрнбергском процессе. Также мы делаем ставку достаточно часто в адвокации трибунала, в процессе его создания на те военные преступления, которые совершали россияне здесь. Мы судим российского руководства за преступления и агрессии, то есть за то, что они начали войну. Это отдельный вид преступления, его называют Mother World Crimes. Это вообще основное преступление, из-за чего, собственно говоря, произошло война. Война и стали возможны все остальные преступления, так как убийство, мирных людей, изнасилование. Мародерство, ракетные атаки и так далее и тому подобное. Но мы все равно рассказываем о них достаточно много. Так что на нюрнбергском процессе, хотя осуждали за, собственно говоря, виновных, в том числе за преступления против мира, тогда называлось преступление агрессии так, за преступления против человечности, за многие другие вещи, за геноцид. Кстати, сам термин возник на нюрнбергском трибунале. Тем не менее, тоже показывали именно конкретные преступления. То есть они показывали канцлагеря, показывали видео с них, рассказывали о том, что творили нацистские, собственно говоря, нацисты на оккупированных территориях. Точно так же, то же самое, что творят российские войска сейчас на оккупированных территориях Украины. Любопытно, что человек, который, собственно говоря, наш трибунал во многом вдохновил на него, придумал саму идею и очень сильно нам помогает. Это Филипп Сенс, это юрист британский. Сам он выходец корня его во Львове. Его семья, это еврейская семья из Львова. И они, он даже написал книгу, такое называется, «Западно-восточная улица», там про Львов и так дальше. И он достаточно активный. Его родители знали родителей другого юриста из Львова, тоже из еврейской семьи, который уехал в США. И там в США, значит, в принципе, принял участие в неуральском процессе, придумал термин «геноцид», такого термина вообще не существовало для неуральского процесса, и придумал, собственно говоря, само понятие преступления человечества, против человечества. Это, ну, такие исторические параллели какие-то, что так все сходится. Мало того, в письме о том, что нужно создать наший трибунал, в первом, его подписал последний прокурор, который участвовал в неуральском процессе, и который был жив, ему там было... Берджимин Ференс, вот совсем недавно он ушел из жизни. Да, да, он совсем недавно ушел из жизни, и он подписал письмо в феврале прошлого года, которое появилось в FT, которое, собственно говоря, стало основанием для того, чтобы создать наш трибунал, в котором он сказал о том, что он должен быть создан. Поэтому, ну, такие бывают иногда параллели, которые возникают, что мурашки по коже, если честно. И действительно мы уверены в том, что наш трибунал, он сможет вынести решение всей этой клики российской. Я не знаю, будет ли к тому времени жив Путин, потому что Гитлер тоже не дожил для русского трибунала, но, по крайней мере, его, это все ближайшее окружение, Патрушев, Шойгу, Лавров, Бортников, очень важное ключевое лицо, на самом деле, во всем, что происходило, Медведев, ну и Володин, понятное дело, там этот Мишустин, все они должны оказаться на скамье подсудимых. И Львову Белову, не забываем, на которую тоже уже есть ордер, который крадет украинские детей. Это МКС, это немножко другое, это у нас Международный криминальный суд, который расследует за конкретные преступления, она, конечно же, сядет, но она сядет по приговору Международного криминального суда. Мы сейчас говорим о трибунале, который будет сидеть за преступление агрессии. А агрессия означает, это те, кто начали войну. Вот кто принимал решение в начале войны, там, Герасима, все это, ну, это кроме тех, кого я назвал сейчас основных, в том числе, то есть какие-то ключевые люди, которые давали приказы, вот они должны, собственно говоря, быть наказаны. Вот, действительно, с момента, знаете, с момента вторжения, когда только заговорили о привлечении к ответственности Путина и, там, его вассалов, я очень много слышал о том, что, ну, где Россию нужно еще победить сначала, да, а потом уже говорить о трибуналах. Но сегодня вы правильно напомнили, мало кто помнит, ведь первые шаги, действительно, к Нюрнбергскому трибуналу были сделаны в 42-м году, тогда, вот вы назвали несколько стран, это были страны, которые были, это правительство стран в изгнании были, насколько я помню, в Лондоне, они тогда поставили вопрос о будущей ответственности агрессора. И, кстати, Германия тогда в 42-м году была еще очень сильна, куда сильнее вот сегодняшней России, и до победы еще было три года. И вот поэтому то, что Украина сразу поставила вопрос о будущей ответственности агрессора, это было очень правильно и исторически оправдано. И, кстати, вспомним, что тогда вот, когда ставили впервые вопросы трибунали, в Германии, в Великобритании, как говорили, что, когда поймают нацистских лидеров, что с ними делать, да, и говорили, что, да тут нечего обсуждать, обсуждать нужно только, где поставить виселицы и длину веревок. Сегодня мы уже сразу обсуждаем о том, где и как их будут судить. Ну, у нас существует уже решение, собственно говоря, парламента Голландии, которое проголосовало за то, чтобы этот суд был в Гаге. Поэтому именно и ездил президент Владимир Зеленский сейчас с премьером Голландии Марком Люта. У нас есть решение даже в мэрии Гаги, которая выделила уже там, условно говоря, потому что не выделяет там помещение и все остальное. Под это все необходимые там расходы несут. У нас есть, собственно говоря, начинает работать с 1 июля предварительный офис прокурора, который будет уже собирать доказательства, все необходимые документы, чтобы как только будет создан трибунал, подписано будет это соглашение, чтобы там 3-4 месяца прошло, условно говоря, и запустилось, ну, и было вынесено уже за этот период времени, было вынесено уже подозрение и ордеры на арест вот этих всех людей, про которых я говорил. А дальше будем их отлавливать по всему миру, то есть к этому будут подключаться Интерпол, все остальные, собственно говоря, правоохранительные органы. Ну, то есть если они въедут в страну, которая присоединилась к трибуналу, сегодня 36 стран только в коргруппу ходят, а присоединиться на самом деле хотят больше гораздо. Порядка там, мы ожидаем, что у нас там порядка 50 стран будет, может быть, 120 уже даже, если мы будем проходить через процедуру ООН, потому что там нужно голосование Генеральной Ассамблеи. На самом деле очень многие страны положительно относятся к этой идее, например, страны Карибского бассейна, там и Латинской Америки, они достаточно хорошо к этому относятся, к этой идее, там Чили, например, то же самое, там Бразилия, там куча стран всех этих Карибского бассейна. Говорить в них, к сожалению, не про российская власть, будем надеяться, что у них власть сменится, у них в сентябре выборы, если сменится, то тогда Путин и в Аргентину убежать не сможет, в отличие от нацистских преступников, ну не Путина, а не только Путин, но и вся компания, которая там, собственно говоря, примыкает к нему, то есть все его посипаки. Вот вы уже сказали о визите Владимира Зеленского в Нидерланды, вот выступая в ГАГе, президент Украины заявил о необходимости вынести конкретные переговоры виновным военных преступлений, включая руководство РФ. Я хочу процитировать Владимира Зеленского, для нас результат это исключительно конкретные переговоры всем российским военным преступникам, включая высшее руководство страны-агрессора. Как минимум, лучше и не скажешь, наверное, не сформулируешь. Абсолютно. То есть президент также настоял на том, что у нас должно быть все-таки международный трибунал, а не гибридный формат. Это важно для Украины очень, поскольку гибридный формат не снимает иммунитет с трех людей. С Путина, с Мишуственной, с Лаврова. Окей, хорошо. У нас есть, собственно говоря, международного криминального суда решение по Путину. То есть его теоретически, ну, то есть могут арестовать большинство стран мира. Но у нас нет решения такого по Лаврову. То есть выходит, что у нас Лавров сейчас вообще, если у нас будет гибридный трибунал, сможет разъезжать везде, как бы продолжать свою деятельность. Нас это не устраивает. Поэтому, как бы, есть вот эти три человека. По ним, собственно говоря, мы будем добиваться либо какого-то интернационализированного гибридного варианта, который сможет снять с них иммунитет. Хотя это тоже не очень хорошо, потому что гибридный вариант выносит решение именем Украины, а мы хотим решение международным. Именем международного суда, именем всех коллекций государств, которые в него входят. Также нам необходимо будет в случае гибридного проводить его через голосование в Верховной Раде. И вносить изменения в Конституции, что крайне сложно из-за того, что у нас военное положение. Но мы можем каким-то образом решить эту проблему, но главное нам решить вопрос иммунитетов. Это ключевой вопрос. И международный суд, он сразу решает эту проблему. То есть как он может быть создан. Либо соглашение между всеми странами, которые хотят его создать. Вот 36 стран взяли, подписали, 36 подписей поставили под одним договором, и все, он с завтрашнего дня работает. Либо второй вариант, значит, это, собственно говоря, вариант голосования на Генеральной Ассамблее ООН. Генеральная Ассамблея голосует, если там набирается нормальное количество голосов, они поручают Гутейришу, ну там за 100 стран, например, 100-120 там, да, они поручают Гутейришу просто подписать соглашение с Украиной. Он подписывает, это вообще идеальный вариант. Потому что, если мы подписываем международный договор с большим количеством стран, там есть риск того, что Россия собезьяничает. То есть она возьмет Северную Корею, возьмет Иран, подпишет с ними соглашение, скажет, а теперь мы будем судить, там, не знаю, кого-то, Владимира Зеленского или там Джо Байдена, условно говоря. Вот. Если же мы проводим через ООН, то это провести им нереально, потому что никто их не поддержит. Вы знаете, что ООН, при всех его минусах, оно поддержало Украину, территориальную целостность Украины, поддержало также, назвало войну это агрессивной, уже приняло резолюцию о том, что Россия должна уйти в войска, о том, что она должна компенсировать, компенсационный механизм проголосовала. То есть ООН, в общем-то, голосует практически на стороне Украины, практически все решения, которые она выносит. Если у нас появляется через ООН решение, это отличный сценарий, по которому мы создаем тот же трибунал. Он снимает абсолютно точные иммунитеты с Путина, Лаврова и Мишустина. Ну, как бы, и все, поехали. То есть после этого выносится решение. Мы не будем ждать окончания войны. Мы надеемся, мы уверены в своей победе, надеемся, что она будет уже скоро. Но, тем не менее, ждать тут не имеет смысла. Нужно все равно принимать это решение до того, как все закончится, потому что оно как раз и будет способствовать окончанию войны. Потому что из-за того, что решение будет принято, российское руководство все станет вообще невыездным. И для, в принципе, россиян не останется другого выбора, кроме как снимать этих уродов, извините за выражение, в эфире. И, наконец-то, выбирать себе на какую-то адекватную власть или, не знаю, что-то там делать для того, чтобы эти люди, которые совершили уже то, что они сделали, ответили перед судом. Для того, чтобы настала их ответственность. В формуле мира, все то, что мы делаем, в формуле мира президента Владимира Зеленского, называется accountability. То есть, ответственность. Они должны ответить за все, что они сотворили. И это обязательно наступает Украине. В продолжении ваших слов, вот еще 22 апреля представитель главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, он рассказал в эфире национального марафона, что российские олигархи, да, и разные высокопоставленные политики уже ищут так называемые гарантии безопасности для себя, для своих семей, не знаю, на фоне, конечно же, неотвратимого поражения Путина в Украине. И здесь я хочу тоже процитировать наших разведчиков. Ищут выходы, безусловно, не только с Украины. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка. Вот эти люди, в отличие от Путина, они понимают, что отвечать придется. И им, наверное, тоже нужно что-то сделать для того, чтобы не наступила ответственность для них. Ну, смотрите, на самом деле отвечать придется, но отвечать придется определенному кругу людей, если мы говорим про именно ответственность криминальную. Во-первых, это, конечно же, те, кто непосредственно начали войну. Я причастлив, кто это. Вот можно взять Совет безопасности России, там 30 человек с чем-то. Там еще и Валентина Матвенко есть, и какие-то еще такие же персонажи. Вот, в принципе, они все, ну, то есть им бесполезно что-либо делать. То есть они все абсолютно сядут. Дальше, если мы берем, значит, например, армию, то практически все, кто воевал в Украине, ну, если там это не какой-то случайный там призывник, который там случайно попал там, попал в пленный, был обменен, как бы, если это люди, которые совершали военные преступления, то есть, ну, что-то угодно, там, стреляли по мирным жителям, что делали практически там, ну, в Буче, вы знаете, практически все военные, которые туда зашли, российские. Были такие там с позывными шкиперы-дрос, которые убили там по 20, по 30 человек вообще в Бучацской резне. То есть, ну, этих вообще-то, скорее всего, там, МКС искать будет и судить. Люди, которые запускали ракеты, которые давали наводки на ракеты, которые давали координаты, потому что ракеты летели по мирным целям. Это военное преступление. Те, кто насиловал, те, кто грабил, мародерствовал, то, кто вывез даже один телевизор, они все сядут. То есть у нас сейчас установлено 2000 человек самых отявленных преступников, они есть на сайте книг «Катив». Можно выйти на этот сайт и найти, как бы, там фотографии и описание, что это за люди, что они делали. Но у прокуратуры также собираются достаточно много, уже 60 тысяч уголовных дел открытых. То есть там достаточно много доказательств по другим людям. И в конце концов всех их будут отлавливать, находить и судить. Человек в суд посадит в Международный криминальный суд за какие-то самые такие яркие, но отъявленные факты. Ну, как сейчас же два дела открытых, одно с вывозом детей, что вообще просто не поддается объяснению. Вы смотрите, они вывезли 19 тысяч детей, там всего тысячи сирот, а вся остальная часть — это дети, которые вот так родители взяли, одного отправили на подвал, другого там в фильтрационный лагерь, а ребенка увезли в Россию и насильно усыновили. То есть это же массово. Это просто... Почему МКС открыл это дело? Потому что все в шоке просто от того, что происходит. Мало того, это четко попадает под понятие геноцида. То есть вот международное понятие геноцида, оно достаточно сложное. Там просто, если как бы российский солдат убил украинца, это еще не геноцид. Даже это нужно доказать, что он убил его за то, что он украинец, за то, что он разговаривал на украинском и так дальше. Это сложно доказать. Но вот то, что они сделали с детьми, это стопроцентное доказательство и этого достаточно. Дело по геноциду тоже будет открыто, геноцид будет доказан. Потому что, ну, уже факт налицо все. Ну и после признала, что это был геноцид, да, парламентская ассамблея Европы. Абсолютно. И самое худшее, это то, что там вообще не дают отчет в том, что они творят. То есть это Льва Белова приходит к Путину и радуется там, гордится тем, что она забрала ребенка, украла украинского и его там, у него сестра здесь есть этого ребенка в Украине. Она его, так сказать, там, она говорит, что усыновила или как-то там еще пикутство какое-то оформило. Неважно. В любом случае, это просто, ну, это не передается понимание. Понимание никакому, ни единормальный человек цивилизован, никогда в жизни не сможет это принять. Поэтому за это они будут наказаны, за ракетные обстрелы, потому что обстреливали гражданскую инфраструктуру всю зиму, погрузили в страну на два месяца, грубо говоря, во мрак, сколько людей было убито и так дальше, и тому подобное. То есть за все это придется ответить. Никто этого не простит ни при каких обстоятельствах. То есть, как Украина, четкое условие, что мы должны забрать все территории до 91-го года, без этого войну никто заканчивать не будет. Никогда. И забрать все 19 тысяч детей, которые они туда вывезли. Да, так же точно все должны быть наказаны. Мы делаем, у нас две цели по детям. Первое, это возвратить этих детей в Украину. Это может сделать сейчас на самом деле ООН, это может сделать ЮНИСЕФ, это может, кто может приложить урку Красный Крест. ООН, у него есть инструмент давления, совершенно четкий на Россию. Он может выгнать, Россию из Совета Безопасности ООН. Это существует, такой механизм. Во-первых, это можно приостановить ее, если все, кто сейчас в Совете Безопасности проголосуют, не все, а большинство, проголосуют за то, чтобы приостановить ее членство, то это достаточно для того, чтобы она больше не была в СБ. Дальше можно вынести на суд ООН вопрос о том, чтобы вообще, в принципе, как убрать Россию из СБ, и через суд ООН добиться реализации этой цели. Можно поставить условия России, что, например, приостановили ее участие, значит, мы вас вообще выгоним, или верните детей. То есть у них есть инструмент, в принципе, влияние, такого давления определенного на Россию, для того, чтобы заставить их возвратить детей. То есть для нас первая цель, самое главное, это возвратить детей. Вторая цель, это уже наказать всех за одного, кто это сделал. Ну, заказание просто... Говоря, говоря вот о детях, я, честно говоря, вот вспоминая Аушвист, где были отдельные детские бараки, где были мамы с детьми, вот первая леди называла эту цифру, да, страшную, 19 тысяч детей, и говорила, как они этих детей воруют, да, вот, цитата буквально, родители детей убивают или захватывают в плен, а детей похищают и незаконно депортируют. Несколько лет назад вот мне удалось взять интервью с бывшей узницей нацистского концлагеря Аушвиц, это Александр Грушко, и вот у нее была, знаете, в Аушвице самая страшная работа. На ее глазах у родителей отнимали детей, а она должна была за этими детьми следить. И вот то, что делает, конечно, сегодня Россия, это, ну, не лучше того, что делали нацисты, и я думаю, что они отдельно за это ответят. Я думаю, что на эту тему мы тоже с вами сможем обязательно поговорить в нашем следующем интервью. Всегда ждем вас на Фридоме. А сейчас я хочу вас поблагодарить за эту интересную беседу, за вот эти все факты, которые вы нам рассказали, вот эти новые цифры, которые я узнал. И спасибо большое. Хочу напомнить зрителям, Олег Гавриш, главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя офиса президента Украины был с нами на связи. Спасибо. Всегда ждем на Фридоме. Субтитры создавал DimaTorzok